Слово «война» в нашем сознании чаще всего ассоциируется со словом «смерть». Солдаты погибают на поле боя, умирают в госпиталях. Человеческие потери неизбежны с обеих сторон. Защищая свою землю от нацистов, советские солдаты все же умирали на родной земле. Даже если похоронные команды не успевали вовремя предать земле павших, то это бережно делали местные жители. После освобождения захваченных территорий от немецких оккупантов найденные могилы советских воинов, индивидуальные, либо же братские, старались перезахоронить в более лучшем месте. Но тут же встает вопрос, а как же немцы хоронили своих убитых? И когда стремительно продвигались вглубь нашей родины, и когда не менее стремительно отступали? Всем привет, меня зовут Сергей Локтин, и в этом выпуске я расскажу вам про немецкий военный похоронный ритуал. Военный немецкий погребальный ритуал не менялся с очень давних времен. Инструкция по захоронению павших воинов на момент европейской кампании выглядела архаичной. Даже для консервативной Европы. Военное командование Третьего рейха лишь немного подредактировало устаревший порядок военных похорон. Погребение производится с оказанием последних солдатских почестей. Должно обеспечиваться наличие музыкального корпуса или духового оркестра. Люди для несения гроба, венков и подушек с наградами. Во главе почетной процессии должен шествовать офицер или лицо в звании, соответствующем званию погибшего. Группа из числа почетной процессии дает трехкратный салют над открытым гробом. Венка вермахта или одно из его частей с красными лентами. Железный крест, а под ним надпись «Вооруженные силы Германии». Гроб накрывается военным флагом. Но вступив с войной на русскую землю, реальность жестко внесла свои коррективы в этот красивый ритуал. Вот воспоминания ефрейдера пехотной дивизии Германии, отступавшего вместе со своей частью из Крыма. Убитых хоронили по-разному. Если было время и возможность, то каждому полагалось отдельная могила и простой гроб. Но если бои были тяжелыми и мы отступали, то закапывали убитых кое-как. В обычных воронках из-под снарядов, завернув плащ-накидки или брезент. В такой яме за один раз хоронили столько человек, сколько погибло в этом бою и могло в нее поместиться. Ну а если мы бежали, то вообще дело не было до убитых. Устраивать похороны с оркестром и рыть для каждого солдата отдельную могилу на советской земле у немцев получалось далеко не всегда. Если немцы не отступали стремительно или не находились в окружении, то они хоронили убитых и умерших от ран, максимально придерживаясь инструкции. Каждому погибшему полагалась индивидуальная могила. Ставили крест, отмечали дату смерти, имя погибшего и номер войсковой части. На оккупированных территориях немцы организовывали свои кладбища. В 1942 году службой тыла РККА было выпущено специальное распоряжение о ликвидации всех вражеских кладбищ на освобожденной территории. Но бывали случаи, когда местные жители уже в освобожденных населенных пунктах по смертному стиле ненавистному врагу. Как только немецкие захватчики отступали с захваченных территорий, жители деревень и сел безо всякой команды сверху шли на немецкие кладбища, выкорчевывали немецкие кресты, а могильные холмы сравнивали с землей. Те немецкие кладбища, которые не были уничтожены рукотворно, стерло с лица советской земли само время. Деревянные кресты сгнили, а вода и ветер уничтожили земельные холмы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова